Ребят, здорово! Значит, тема домашнего насилия, она тут подвылезла, и вся страна ее активно обсуждает. В двух словах о том, что я об этом думаю, да, соответственно, мои коллеги попросили меня снять какое-то свое видение. В последнее время, вот за эти пару дней, меня закидали вопросами на эту тему, то есть... В общем, суть какая? Значит, конечно же, я отношусь к этому строго отрицательно и порицаю этих мужчин, которые так делают. Но, значит, по большому счету начну вот с чего. В отношениях всегда ответственность за происходящее лежит на обеих сторонах. Значит, ну, женщина тоже, скажем так, виновата в том, что происходит домашнее насилие. Но она виновата именно следующим образом. То есть она не виновата в том, что она там кого-то провоцирует. Она не виновата в том, что она как-то себя не так ведет. Неважно. Она виновата только в том, что она это терпит. То, что она позволяет мужчине с собой так обращаться. То есть вот в этом ее вина. Я даже бы, наверное, не назвал это виной. Я бы назвал это просто выбором. То есть любые конфликты в семье, безусловно, и могут и должны решаться, да, с помощью исключительно разговоров, исключительно слов и так далее. Да, можно там повысить голос, что-то еще. То есть, ну, люди разные эмоциональности бывают. Но ни в коем случае мужчина не должен поднимать руку на женщину. Но женщина, как сказать, ее вина, ее выбор, это не вина, это, скажем, последствия ее выбора. То есть ее выбор такой. Либо я с этим мужчиной продолжаю жить, либо я от этого мужчины ухожу. Как бы женщина себя не вела, мужчина не должен и не имеет права поднимать на нее руку. Какие мужчины это делают? То есть это делают неуверенные мужчины, мужчины-тираны, мужчины-абьюзеры, мужчины-боящиеся чего-то, слабые. Ну, в общем, все негативные эпитеты в сторону этих мужчин. Значит, у женщины возникает выбор, да, вообще терпеть эту хрень или нет. Если нет еще ребенка, ну, допустим, вас ничего не связывает, нужно оттуда бежать. Нужно просто брать себя в руки и сваливать. Если женщина продолжает после вот таких вот, скажем, случаев, прецедентов общаться со своим мужчиной, находиться с ним в отношениях, вот тогда точно ее вина, что она, получается, подвергает сама себя этому насилию. Потому что она это выбрала. Она выбрала не уходить. И у нее есть какие-то сознательные или бессознательные причины на это. Да, бывают ситуации, когда есть дети, маленькие дети, что-то еще. То есть какие-то вещи, которые усложняют, скажем так, уход. И здесь тоже нужно выбрать. Потому что понятно, что в голову женщины лезут следующие какие-то доводы. Что куда же-то я пойду с ребенком, там, кому я буду нужна, а как, кто будет кормить моего ребенка и так далее и тому подобное. И третье, и десятое. То есть это все останавливает. Но тут опять же возникает просто выбор. Либо вы остаетесь с этим мужчиной и хаваете то, что он проявляет, скажем так, домашнее насилие по отношению к вам. Либо вы, да, говорите, хрен с ним, бог дал ребенка, значит, даст и возможности как-то его там вырастить и прокормить. Это моя ответственность. Это мой косяк, что я выбрал такого мужчину. Но дальше я так жить не хочу. Берете и уходите. Вот. И я думаю, что в этом случае это будет более правильное решение. Поэтому, ребята, как бы, ну, мое мнение, да, то есть такое, как бы женщина себя не вела, как бы, что бы она там ни делала, ни провоцировала. Домашнее насилие-то плохо, это отрицательно, это негативно. Мужчины, которые так делают, это куски говна. Но, еще раз, то есть каждый человек соглашается или не соглашается на ту реальность, которая его окружает. То есть, если женщина продолжает находиться с этим мужчиной и дальше, неважно, там, боится она или там что-то сомневается или говорит, что я его все равно люблю, тогда это уже ее вина, это ее выбор. Вот. Ребята, а вся причина в том, что, по большому счету, и мужчины, и женщины не умеют выбирать себе партнеров. То есть, так уж сложилось, что мужчина больше проявляет активности, да, но если мы посмотрим на, например, знакомства в сетях, в сайтах знакомств, в онлайне, мы увидим то, что и женщины абсолютно не умеют просто, ну, никак не умеют общаться. То есть, и учиться никто не хочет. И тут даже не про общение. Значит, смотрите, я убежден в том, что любого человека можно, скажем так, протестировать, увидеть вашего будущего партнера, неважно, женщина вы или мужчина вы, уже заранее. Ну вот. Как правило, люди влюбляются, и женщины влюбляются, и мужчины влюбляются, и получается, что первые несколько месяцев у вас бабочки в животе, у вас там затуманен мозг, вы слепые, глухие и так далее, но это проходит. Вот. И когда это проходит, вы начинаете видеть человека настоящим. Значит, история следующая. То есть, что я посоветую и женщинам, ну, раз уж тут тема домашнего насилия, она все-таки больше касается, наверное, женщин. То есть, мужчинам я, естественно, буду параллельно советовать то же самое. Ну, надеюсь, вас, ваши женщины будущие бить не будут, и в этом плане вам повезло. Значит, я рекомендую не торопиться создавать семью с конкретным человеком. Я рекомендую пожить с этим человеком в одной какой-то, в одном пространстве. Однозначно. Никаких вот этих поспешных там выводов сердцем и так далее. Посмотреть, как человек вообще ведет себя по отношению к вам. Не торопиться, естественно, там, заводить детей. Вы сами всегда виноваты в том, что вы там забеременели. Или там мужчины и женщины. То есть, в том, что пришлось там быстро-быстро-скоро жениться по залету или еще какая-то хрень. Это только ваша ответственность. Потому что нужно думать головой даже во время секса. Извините за мой французский. И есть определенные критерии, по которым человек может понять, вообще подходит ли ему партнер или партнерша для отношений. То есть, с помощью определенной беседы, наблюдений, вопросов и так далее. То есть, это не требует очень много времени. Значит, нужно смотреть, естественно, на отношения родителей вашего партнера или партнерши между собой. То есть, либо спрашивать про это с помощью разговоров, постепенно узнавать. Либо прям посмотреть, съездить к ним и так далее. Следующее, нужно понять, какие отношения у вашего партнера будущего непосредственно, или партнерши со своими родителями. Как они вообще ладят, как он относится. То есть, можно по телу человека очень много чего узнать. Одно дело, когда он там какой-то, может быть, сутул и зажатый, когда ему кажется, что мир злой, враждебный и так далее. Или когда он расслабленный и так далее. То есть, это все очень много говорит жесты, невербалика, тело, все очень информативно. Значит, какая-то совместная деятельность. Да, вовлекайте свою партнершу или своего партнера будущего в какую-то совместную деятельность. Попросите о помощи, помогите сами, посмотрите, какие будут реакции. Уровень воспитания, да, то есть, это все можно узнать. Первичное, конечно, важнейшее, это ваши ценности, совпадают они или нет. Если у вас ценности не совпадают, извините за мой французский, как у меня был такой случай, когда человек пригласил свою женщину к семейному психологу, сказал, что, дорогая, пойдем, у нас все с тобой рушится, нам нужно пойти к семейному психотерапевту, чтобы он нам помог разобраться. Она сказала, ты что, дебил, что ли, это еще и денег стоит, то есть, я никуда не пойду, мы не будем тратить на это деньги. То есть, для женщины важнее оказались деньги, чем их отношения, то есть, о каких отношениях дальше идет речь. Что касается мужчины, ну, мужчину-насильника, мужчину того, который позволяет себе распускать руки, по-любому видно заранее. Нет такого, это все, вот знаете, как бы какой-то миф идиотский, когда говорят, вот, сначала он был такой хороший, сначала он был такой классный, а потом он вот, его как подменили. Да ну не может такого быть, все равно, если вы понимаете, как выбрать себе партнера, вы понимаете, на что нужно обратить внимание, ну, не может быть такого, прям такой неожиданной подставы. Смотрите на то, как ваш мужчина или ваша женщина будущая, как ваш будущий партнер относится к людям, как отзывается о людях, как взаимодействует с людьми. Потому что с вами ваш партнер или партнерша может быть идеально просто вот там, чмоки-чмоки, но при этом, если ваш партнер, ну, в частности, если мы говорим о мужчине, который распускает руки, на кого-то там жестко бычит на улице без причины, да, то есть, или какую-то женщину себе позволяет там, может быть, оттолкнуть или нахамить ей в очереди, не знаю, в магазине. То есть, тут уже сразу первые звоночки, нужно это увидеть. Не надо себя кормить вот этим бредом, что успокаивают, что, ну, ко мне-то он относится не так. Ребята, если человек относится к другим людям как-то иначе, а к вам лучше, то вопрос, когда к вам он будет относиться точно так же, это только вопрос времени. Когда вы станете для него привычным, обычным существом, которое находится рядом с ним. Поэтому все можно посмотреть. И женщины, и мужчины должны тщательно выбирать себе партнеров. Вот в этом ключ. Если уж, ну, коли этот канал для мужчин, да, то есть, так или иначе, я вас, ребята, еще раз, да, я строго осуждаю тему домашнего насилия. Если вы чувствуете, если женщина чувствует, что ваш мужчина потенциально такой, не надо связывать с ним свою жизнь. Или тогда придется выбирать. Живу с ним, получаю пиздюлей, либо живу счастливо. То есть, есть женщины, которые имеют низкую самооценку, ничего с этим не делают, и где-то бессознательно они хотят чувствовать себя жертвой. Соответственно, люди, которые хотят чувствовать себя жертвой, они обязательно доказательство того, что они жертва, они это получат. То есть, их начнут, рано или поздно их начнут пиздить. Вот. И с этим тоже нужно разбираться, это нужно в себе убирать. Поэтому я вас всех призываю, значит, выбирайте тщательно себе партнера. Мужчин же, коли уж этот канал для мужчин, я приглашаю 29 числа на свой бесплатный онлайн мастер-класс, который состоится в 19.00. Он будет посвящен общению с женщинами в социальных сетях, в онлайне, в сайтах знакомств, то есть, и тому, как себе найти женщину именно из социальных сетей. То есть, как отбросив предрассудки, что там нормальных женщин нет, там есть такие же женщины, как и на улице, разные. Как найти себе женщину, и в том числе я там расскажу коротко о основных моментах, на которые нужно обращать внимание, чтобы не ошибиться с выбором партнера. 29 число, 19.00 по Москве, ссылка для регистрации здесь под этим видео, сразу же вы получите после регистрации бонус. Вот, как-то так. Поэтому, ребята, мужчины, будьте мужчинами, а женщины, будьте женщинами. То есть, я, конечно же, все это осуждаю, но еще раз запомните, в том числе и дорогие дамы. То есть, каждый человек соглашается, либо не соглашается на ту реальность, которая с ним происходит. Ссылка под видео, увидимся.